друзья мы сегодня с вами просто врываемся в обзор мега новинки которые на мой взгляд завоюет рынок мощный и надежный стильный и удобный как заявляет сама компания производитель современный импульсивный блок питания defender ps8 от компании defender соответственно конечно же я с этим блоком поработала и своими впечатлениями обязательно с вами поделюсь поэтому смотрим это видео до конца а всех приветствую с вами яковлева ольга действующий мастер и тренер по перманентному макияжу и татуировки санкт-петербурге многие сейчас знают компанию defender и ее продукцию на рынке это аппараты это модули различной конфигурации и причем все это по очень приятной стоимости как заявляет сама компания-производитель все оборудование спроектировано в сша и ориентирована на рынке стран европы и снг с логистическими центрами в городе москва и алматы мы по классике с вами начнем с упаковки нашего блока поэтому поехали ребят напомню что сегодня у нас на обзоре первый блок питания от компании defender и с 8 ну как вы видите перед нами достаточно объемная такая большая увесистые солидная коробка давайте вкратце поби пробежимся что на ней и кстати сразу скажу что она дополнительно у нас в защитной пленке приходит ну единственно так как я с блоком уже работала логично чтобы пленку пришлось снять чтобы до этого блока добраться так на лицевой частью стороне у нас вами указано наименование нашего блока ps8 такой логотипчик компании defender также указано что дизайн in usa есть технические характеристики нашего блока серийный номер и такой логотипчик который говорит что у нас блок черного цвета на тыльной стороне нашей коробки такими красивыми большими буквами написано наименование компании и бренда defender ну что давайте посмотрим что же ждет нас внутри коробки так внутри сразу поролон который защищает наш блок но мы блок с вами пока уберем сторонку давайте посмотрим что у нас еще внутри нашей коробки отмечу что пока мы сами добираемся до дна как вы видите все проложено еще дополнительно поролоном чтобы защитить наш блок и все составляющие при транспортировке внутри у нас давайте сразу достанем адаптер питания с логотипом defender и провод к нему ну с российской вилкой как вы видите соответственно давайте вкратце поговорим и о самом блоке сейчас будет прям самая любимая моя часть при работе с новым оборудованием барабанная дробь тогда красотища давайте пробежимся что мы видим вообще принципе на блоке здесь у нас есть вход для адаптера питания логотип defender и вход для педали и двух машинок одновременно об этом конечно же вам расскажу еще хочу отметить что блок у нас такой достаточно увесистый тяжеленький и смотрите такое есть прорезиненное дно благодаря которому очень хорошо он крепится на поверхность даже если она не металлическая давайте теперь об этом малыше поговорим более подробно и немного затронем его технические характеристики наш блок совместим с любым индукционным и роторным оборудованием может работать как с педалью у нас есть вход для педальки так и без нее то есть этот блок универсальный также он оснащен функцией jump start как например блок critical atom x что это за функция для чего она нужна она нужна чтобы запустить машинки с более высоким стартовым напряжением например если вы работаете на аппаратах компании шайен вот как например у меня и шайен тандр примеру чтобы его запустить если у вас нет функции jump start потребуется поднять вольтаж до семи с половиной например до восьми особенно если вы работаете на модулях достаточно жесткой мембранной аппарат запускается и только потом вы снижаете эти вольтажи там до 6 до 5 смотря на каких вы работаете там для пудры для какой техники да какая задача у вас стоит в данном случае у нас есть функция jump start этих заморочек не потребуется это круто это клёво вот честно вам говорю также наш блок оснащен защитой от перегрева и короткого замыкания что просто сохраняет наши аппараты от сгорания если например произошел скачок в сети еще есть одна фишка у нашего блока мы можем работать сразу с двумя аппаратами то есть как вы видите у нас есть два входа для двух клип кордов и это очень актуально для мастеров татуировки наш блок имеет силиконовое дно с магнитом чтобы хорошо фиксироваться на любой поверхности как на гладкой так и на металлической есть также сенсорный экран на которую выведен таймер счетчик рабочего времени и это опять-таки очень актуально для мастеров татуировки у которых почасовая тарификация регулировка напряжения от 3 до 18 вольт и вся эта красота стоит всего 13 тысяч рублей это на сегодняшний день осень 2021 года ну что посмотрим на него еще поближе подключаем мы подключили наш блок хотели эту часть ролика снимаем для вас сверху но из-за того что блок сенсорные и телефон и кольцевая лампа все в блоке отражалось поэтому мы решили снимать блоку чтобы я могла вам все сбоку чтобы я могла вам все показать сразу хочу сакцентировать внимание что данный блок не имеет так называемой кнопки запуска чтобы его включить нужно просто подключить его все через адаптер питания но после минут раз после пяти минут простое он уходит спящий режим на что давайте потыкаем все кнопочки которые есть у нас на сенсоре и я расскажу о фишках что как включить и подключить начнем с вами вот этих двух кнопочек слева и справа это у нас переключение аппаратов как вы помните мы можем подключить сразу две машинки но слева соответственно у нас буковка l справа у нас буква с что они обозначают лайнер и шейдер в основном конечно этими обозначениями пользуются мастера татуировки потому что они чаще всего работает двумя тачками одновременно лайнер это контур и шейдер это для закраса особенно если мы говорим об индукционном оборудовании что же касается каких-то технических отличий до этих разъемов то их просто нет это все про условные наименования для удобства мастера как вы видите сейчас у нас кнопочка в центре моргает это значит что наше оборудование отключено мы нажимаем эту кнопку если бы сейчас у нас была подключена одна из машин то она запустилась то есть началась бы работа также вы можете переключать аппараты с одного на другой вот тот момент когда наши машинки работают во включенном режиме то есть их не нужно отключать и нужно нажимать эту кнопочку отключения там блока машинки 1 или 2 да вы можете переключить в процессе работы соответственно когда у нас с вами идет процесс работы кнопочка у нас не мигает машинки включены у нас начинает считать таймер он находится вот здесь в левом углу он поминутный сейчас здесь пока у нас по нуля вот вы увидите мы сейчас пока будем работать с нашим блоком там начнется счет так сказать на каждую машинку у нас соответственно можно выставить свой вольтаж как вы видите на левую у нас стоит троечка это минимальный вольтаж на правый сейчас стоит 7 и 7 ну и соответственно минус и плюс чтобы мы могли этот вольтаж увеличивать или уменьшает но давайте попробуем его увеличивать как вы видите каждому вольтажу каждым цифрам соответствует свой цвет давайте с вами догоним до максимального значения который может работать наш блок 18 если мы переключаем на правую машинку как вы видите здесь у нас остался вольтаж 7 и 7 и еще раз обращаю ваше внимание таймер наш считает потому что машинки по идее наши работают как вы видите в правом углу в верхнем здесь есть у нас еще одни цифры они показывают амперность то есть силу тока в настоящий момент во время вашей работы вообще для мастера перманентного макияжа в принципе эти значения не особо нужны не особо интересно вы можете на них даже не обращать внимание и у нас осталась функция джамп старта который я говорила ранее как же ее включить все очень просто выбираем одну из машины которая нам необходима но в данном случае у нас стоит право шейдер и удерживаем пальчиком буквально 2 секунды 2 3 сейчас через перчатки я пытаюсь включить чтобы вам было видно как вы видите у нас загорелась такая молния мы значит функция джамп старт включена как ее отключить до тем же самым способом удерживаем две-три секунды все функцию джамп старт мы отключили ну что давайте подключим наши аппараты мы с вами подключили аппараты как вы видите сейчас у нас мигает кнопочка значит аппараты выключены как вы слышите они не работают выбрали с вами аппарат который находится слева это defender iron с давайте его попробую включить вальтаж тетчерочка прекрасно работает выключаем давайте переключать на правый аппарат наименование шейдер слева кстати у нас было наименование лайнер как вы помните наш на шейдере наименование у нас стоит аппарат руби это новинка от компании defender вальтаж шестерочка давайте его включать также прекрасно работает и запускается как вы помните я говорила что мы можем переключать с одного аппарата на другой во включенном состоянии давайте это проверим справа налево слева направо круто да согласны давайте теперь на руби попробуем уменьшить вальтаж поставим прямо на самом минимум на троечку работает медленно тихо так похрипывает но работает выключим и теперь попробуем этот аппарат запустить также на тройке но как бы с нуля как вы видите аппарат не запускается мощности не хватает именно здесь нам с вами потребуется функция джамп старт которая сможет запустить наш аппарат удерживаем как вы видите появилась вот здесь такая молния и теперь пробуем запустить руби снова как вы слышите произошел такой толчок что позволило нашему аппарату запуститься даже на таких минимальных вольтажа эта функция также отлично пригодится если вы например работаете с таким популярным оборудованием как шайен потому что наш блок универсальный и он может работать с любыми аппаратами я этот аппарат у нас шайен также приготовила мы сейчас ему также будем пробовать подключать чтобы вы наглядно посмотрели так сказать этот процесс и так функцию джамп старт мы с вами отключаем давайте поставим положим четверочку пробуем запускать наш шайен как вы видите мощности не хватает аппарат не запускается пробуем ставить функцию джамп старт снова слышим толчок и аппарат запустился давайте попробуем еще на пятерку поставить также выключу сейчас дам старт пробуем запускаем смотрите запустились пятерки на самом деле очень прикольно и круто потому что я все редко встречаю блоки которые шайен запускают с пятерки здесь у нас удалось и получилось друзья ну и конечно же мы как всегда подведем с вами итог но именно сегодня мне бы хотелось с вами в итоге порассуждать да на тему блоков питания что вообще мы на сегодняшний момент имеем на рынке из премиального сегмента но одни из самых популярных наверное среди мастеров это будут блоки линейки критикал если мы например говорим о блоке критикал атом который у нас колесиком он будет стоит примерно 17 тысяч рублей нет сенсора нет кнопочек какой ставим вольтаж мы ориентируемся только на цвет если мы говорим о блоке например критикал атом x который кстати есть также моем арсенале там у нас уже появляются кнопочки появляется экран цифры на которые мы можем ориентироваться когда регулируем вольтаж но и стоимость уже переваливает за 20000 рублей последующие линейки они уже идут ближе к 30000 рублей если мы говорим о новых например блоках шайен то там уже за 30 35 тысяч рублей если мы с вами говорим о блоке defender что мы получаем приобретая этот блок причем отмечу это первый блок компании defender и стоит он всего 13 тысяч рублей за эти деньги мы с вами получаем полностью сенсорный экран защиту от перегрева и сгорания машинки мы можем подключить сразу два аппарата функцию jump start кстати эта функция есть например в критикой атом x который у нас стоит больше 20000 рублей но этой функции нет критикали атом за 17000 рублей мы с вами получаем таймер получаем амперность то есть целый ряд необходимых функций и крутых фишек и повторюсь всего за 13000 рублей то есть если к примеру вы работаете на дорогом оборудовании как critical атом шайен и вам например нужно приобрести дополнительный блок питания потому что на мой взгляд у мастера всегда должно быть там не за два блока минимум два аппарата чтобы если вдруг случилась какая-то поломка да вы могли продолжить работу либо если у вас не знаю ваш блок питания critical решкин вышел из строя то поверьте мне блок defender это отличная альтернатива на которой вы сможете сэкономить причем не совсем не потеряя в качестве если же вы например работаете на блоках китайского производства и хотите перейти перейти на более престижное оборудование то блок defender на все 100 полностью отвечает этим запросам причем всего за 13000 рублей если у вас еще остались вопросы по блоку либо вы знаете альтернативу за эти же деньги то welcome в комментариях подписывайтесь на канал и красивых вам работ